Из-за неисправной электропроводки в Кирове только в этом году произошло 100 пожаров. Об этом рассказали сотрудники МЧС в ходе очередного рейда. Тем временем в России могут вести плановые проверки электропроводки. С инициативой выступила член общественной палаты страны Светлана Разворотнева. Кто будет этим заниматься и не появятся ли наряду с лжегазовщиками еще и псевдоэлектрики, расскажет Ульяна Яздакова. Здравствуйте. У нас профилактический рейд. По жилым домам ходим. Памятки гражданам вручаем. Нет, просто вас проинструктируем о мерах пожарной безопасности. Пенсионерка Валентина Михайловна памятку приняла с благодарностью. И наставление сотрудников МЧС выслушала. Электроприборы, если здесь не находитесь, то желательно их выключать. Пенсионерка ждет вместе с другими жильцами коммуналки на Кирпичном переулке 13 расселение. Дом аварийный, 1939 года постройки. Все коммуникации старые и проводка тоже. Валентина боится пожара, поэтому в своей комнате провода заменила еще пять лет назад. На новую проводку в коридоре собирали деньги со всех жильцов. А что делать? За безопасность надо платить, считает женщина. Квартирух-то каждый на нас ответственно за свое помещение, чтобы не было пожара. Собственник сам должен, конечно, если он живет, так он должен следить за своим жилищем. Пока жильцы следят за проводкой добровольно. Однако собственников могут обязать заключать договор на ее проверку каждые 10 лет. Автор инициативы, председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты России Светлана Разворотнева утверждает, 80% пожаров происходит именно из-за неисправных проводов. Часто коммуникации не выдерживают напряжения, ведь одновременно в квартире может работать вся бытовая техника. Поэтому активистка предлагает проверку и устранение неполадок возложить на плечи управляющих компаний. Раз в несколько лет к тебе придет представитель управляющей компании, расскажет тебе о правилах, о том, как надо следить за этой проводкой, осмотрит визуально, заменить проводку – это тоже копейки. Здесь всегда можно минимальными средствами предотвратить какие-то последствия, нежели ждать наступления страхового случая. Идея здравая. Однако пока непонятно, какое ведомство будет за этим следить. Да и рынок сертифицированных электриков в России еще не сформирован, парирует кировский коллега Светлана Сергей Улитин. Все это может привести к появлению целой индустрии лжеэлектриков. Людей попросту могут разводить на деньги, считает Улитин. Есть и другие риски. Первое, что это будут делать формально. Второе, что это будут делать так часто, что это превратится просто в источник зарабатывания денег. Понятно, что внутриквартирная электрическая сеть – это собственность владельца этой квартиры, и он должен нести расходы по содержанию. И здесь, наверное, как всегда, мы балансируем на том, перевешивает ли вот эта вот безопасность проживания теми деньгами, за которыми мы за это платим. Чтобы избежать рисков, общественники предлагают не отдавать деньги за работу напрямую электрику, а включать эти расходы в квитанцию. Сейчас готового решения нет, подчеркнула Светлана Разворотнева. Идея требует доработки. Пока письмо с предложением направлено к главе Минстроя. Ульяна Издакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.